Так что же такое баня для русского человека? Баня – это настоящий смысл жизни. И когда я читаю Лермонтова, я не понимаю его сути. Прощай, немытая Россия. О чем мы говорим? О немытие русского человека? А нет. Даже в эпидемию чумы мы страдали в разы меньше европейцев, потому что мы мылись в банях. Классическая русская баня – это идеальное оружие против всякой пакости. Хорошая и качественная пропарка с температурой свыше 100 градусов от печи, протоптанной настоящими дровами, убивает любые заразные инфекции. А это Лермонтов должен был знать. Так что, господа, Россия мытая и прекрасная. И потому что у нас есть замечательные бани. Но бани баням рознь. И если раньше мы любили просто бани и подчас сельские, то время-то идет. И сейчас процедура мытья совпадает с целым комплексом обслуживания. И по сути бытия. Баня должна быть деревянная, а русский дух вылетает только из правильных печей. И поэтому говорить о банях странных мы не будем. Баня нормальная делается из бревен. В бане нормальной парилка замечательная. В бане сочетается дух наших предков, данный нам искусством правильных парильщиков. Парение – это удовольствие. Можно попробовать самому, но лучше отдастся тому, кто знает всю процедуру парения. Он сделает все по-умному. Теперь вопрос – где такие найти таможенные? Вопрос правильный. Не в каждом городе и не в каждой бане такой-то есть. Потому что нормальной баней занимаются только правильные люди. Люди, которые живут только для вас. И вот вам Челябинск. И вот вам правильные бани. И место-то замечательное. Бани суворовские. Да и располагаются они недалече. Вы центр метра знаете? Ну так вот, прямо рядом с ним они и расположены. 10 минут от центра, без пробок. 25 минут, когда возникают легкие тараканы, и вы на правильном месте. Это суворовские бани. И кто вам сказал, что это дорого? Абсолютно нет. По сути событий. Сколько стоят ваши недеревенчатые бани? Я сразу говорю – это не бани, а купели. И здесь вам подается перегретый пар, коим вы и пытаетесь смыть свою грязь. Да это купели. Но качество бань выше. К слову о хамамах. Есть здесь и такая штука. Хамамы крайне редки на Южном Урале. И в них можно находиться тем, кто не может зайти в парилку. Но качество российское на 40-50 градусов выше. К слову о перегреве. Если вы возьмете парильщика, то об этой теме и забудете. Ваше тело поймет аромат бани, потому что правильный парильщик делает свое дело качественно. Ну а затем уже ваше правило, где отдохнуть. Есть и ледяная купель в проруби, есть такая же и в сауне. Можно отдохнуть в купели, растопленной для вас. А можно и просто обдать себя из холодной бочки. А затем уже расслабиться на уютной кровати, где массажисты поколдуют над вашим телом. Ну а если вы взяли всех массажистов, но хотите сделать и для себя кое-что, так вот для этого есть навороченные массажные кресла. Я видел такое у нас и расскажу, это стоит тех денег. Кресло имеет специальный пульт и работает не только на вашу спину. Конечно, хочется такое и себе, но проще и для семейного бюджета прийти в суворовские бани. Я, конечно, понимаю, что вы были хотели и такое и дома, но по сути это крайне дорогой агрегат, за сумму, которую вы можете сделать себе баньку. Но и вы бы хотели такое, но позвольте, для такого нужно место и желание. А если пока-то и нет, и хочется себя удивить и другим показать, то места другого и не найти. Тут вообще надо понять, что каждая баня в комплекте суворовских бань оригинальна, то бишь это прелесть плотников-столяров, то есть нигде нет ничего одинакового, все везде и всюду всегда по-своему. И по сути было бы круто посмотреть все баньки от начала и до конца, и тем более возможность такая-то и есть, 12 или 16 человек, о как! Выходите вы и посетите, и ценники, и практически на всех это практически столько же, сколько вы и протопите вне топливной и не дровами псевдобаньки. Я бы назвал то типа баньки. А вот где мы сейчас? И это круто! И здесь есть пруд. А где есть пруд, можно и посидеть, и поесть шашлычка. Тем более, что в каждой бане, как и в беседках, есть шашлычная зона. Просто можно пообщаться и отдохнуть. И вот для них и беседочки-то есть. Красивые такие, а по сути. Эти беседки зимой отапливаются. Чуть раньше звонок, и замечательные березовые дрова разогреют любую беседку. Но, к сожалению, туалетов в беседках нету. Но есть и отапливаемый туалет тоже. Но и радость русского духа. Здесь все праздники абсолютно бесплатны. Приходите и получаете удовольствие от суворовских бани. И вот так вот, представляете, можно со мной дружить, да? Причем цена вопроса в разы дешевле. То есть, представляете, меня вызвали сюда, в Челябинск. Я приехал на суворовские бани. Место хорошее, рядышком метр располагается. И делаю этот замечательный материал. Причем я вам объясняю, что цена вопроса, ну, если вы обратились куда-нибудь в государственную структуру и вообще в другие, она ниже. То бишь, это выбор очевиден. Вы вызываете меня, я проезжаю, делаю вам материал по цене дешевле и вы получаете максимум удовольствия.